В настоящее время около 400 человек находятся в Ульяновском следственном изоляторе. Еще 300 человек в СИЗО Инзы и 60 человек в Димитровграде. Все они смогут воспользоваться своим избирательным правом на выборах, которые пройдут в Ульяновской области в сентябре. Такое решение было закреплено соглашением между региональной общественной палатой и наблюдательной комиссией. Как мы знаем из конституции нашей страны и законов соответствующих, до вынесения обвинительного приговора суда каждый гражданин Российской Федерации обладает всей полнотой прав, в том числе, в части, конечно, неограниченной закона, в том числе, прежде всего, выборные права. Если у нас есть избиратели среди контингента, тех, кто находится в этих учреждениях, не относятся к тем, кто проживает зарегистрированным на территории Ульяновской области, они все равно избиратели на федеральных выборах. Все предусмотренные законом гарантии в части свободы тайного или изъявления на выборах 2021 будут соблюдены, чтобы каждый гражданин смог в полной мере воспользоваться избирательным правом. Общественная наблюдательная комиссия приложит все усилия, чтобы процесс прошел четко, организованно и без нарушений. Даже если человек находится в этих условиях, он еще не осужден. И поэтому для него это очень важно. Голосование проходит открыто, то есть мы участвуем в наблюдении за выборами в данных местах изоляции человека от общества постоянно, то есть каждый год и на всех выборах. То есть полностью весь процесс мы отслеживаем, чтобы не было какого-то принуждения, какого-то, может быть, дополнительного голосования. Одним из аспектов соглашения, которое было подписано, является информационное взаимодействие с общественной наблюдательной комиссией. Если у заключенного возникнут вопросы и жалобы на процедуру голосования, члены комиссии обязаны доложить в штаб по общественному наблюдению. После чего провести детальный анализ с рассмотрением жалобы и вынесением заключения.